Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы ведем прямой видеорепортаж с выставки «Химия-2016». Сегодня представляю для вас встречу с уникальной компанией, компанией, которая располагает в головном офисе в Новосибирске. Называется она «Промышленные и химические технологии». Она сегодня является одним из официальных дистрибьюторов компании «Флоу-Серф». Я думаю, компания «Флоу-Серф» в представлении не нуждается. А вот компания «Промышленные и химические технологии» сегодня представляет на стенде вот такие образцы шаровых кранов, регулирующие арматуры с пневмоприводами. Более подробно расскажет ведущий инженер, главный инженер компании «Томак» Владимир Викторович. Здравствуйте, Владимир Викторович! Собственно говоря, первый вопрос расскажите о вашей компании, о ее истории и какие направления сегодня вы занимаете на российском рынке. Наша компания занимается насосным оборудованием довольно давно. Сотрудники компании, если брать отдельных, то, наверное, свыше 20 лет, работают в насосном бизнесе. То есть это насосы, арматура. Компания имеет достаточно большой опыт работы в нефтеперерабатывающей, в нефтехимической, химической отраслях. Зачастую мы работаем с потребителями в энергетике. В основном это сложные процессы с высокими давлениями, температурами, коррозионно-активными жидкостями, в том числе с твердыми включениями. Иногда это сжиженные газы. То есть это интересные, сложные процессы, которые как раз требуют современного, передового, я бы сказал, оборудования, которое, в общем-то, требуется именно в таких сложных, интересных процессах. Владимир Викторович, если сегодня рассматривать рынок, на котором вы работаете, вот вы назвали нефтехимопереработку, химические, транспортировочные, собственно говоря, самые сложные процессы, которые технологичные, подтверждаю. Каким был рынок 2016 года? Как он для вас начался, как 2015 год? Какие наблюдения вы можете сказать? Подтверждаете ли вы мнение, что он рос, что не было стагнации? Да, я думаю, что химическая промышленность, по нашим ощущениям, чувствует себя достаточно хорошо. Мы ощущаем рост. Наверное, сложно по опыту одной компании судить о рынке в целом, но мы, наверное, по ощущениям сказали бы, что это 15-20%. Явное оживление по нашим заказчикам связано с тем, что появляются какие-то новые проекты установки, модернизируются какие-то новые участки на заводах, планируются к запуску и так далее. Мы явно ощущаем, что процессы идут. Это и западные контракторы, это и сами компании, и какие-то проектные офисы на местах или в главных компаниях. То есть явно чувствуется, что процессы идут, и они предметные. Это, скажем так, платежеспособный спрос. Мы бы сказали, что нефтехимия, наверное, в меньшей степени тоже чувствует себя в условиях сегодняшнего рынка достаточно уверенно. Если сегодня рассматривать спектр, поставляемый вами арматурой, какие изделия сегодня из трубопроводной арматуры вы предлагаете клиентам, и в чем их основное преимущество? Мы представляем достаточно широкий спектр. Собственно говоря, как вы правильно отмечили, компания FlowSurf – это, наверное, одна из мировых лидеров в этом направлении. Это, соответственно, арматура, которая работает на специфических применениях, высокотемпературных. Соответственно, как вы видите, здесь представлены, в том числе, футерованные образцы. Это могут быть разнообразные виды специальных сплавов в зависимости от применения. Соответственно, конструктивы достаточно разные. Это могут быть и шаровые, кленовые задвижки и так далее. Достаточно большой ряд клапанов. Соответственно, здесь представлены с пневматическим приводом. Естественно, это возможно в зависимости от желания заказчика и возможностей. Электрические привода, естественно, ручные. То есть, в зависимости от применения. То есть, мы идем от заказчика. Собственно говоря, то, что требуется, мы, естественно, должны соответствовать. Ну и FlowSurf, в общем-то, нам здесь позволяет это в полном объеме. Замечательно. Если сегодня говорить о российском рынке, как на Вас отразилась ситуация импортозамещения? Ну, для кого секрет, это была негласная указка импортозамещать или локализовываться. Как сегодня Ваша компания воспринимает данное направление? Ну, мы со своей стороны еще до, в общем-то, этих событий начали собственное производство насосного оборудования. Оно пока, конечно, не очень большое. Но, тем не менее, это насосы типа ЦНС, ЦНСГ. Соответственно, мы полномерно к этому шли. И, в общем-то, рынок здесь, наверное, как-то вот нас в этом смысле сильно подталкивает к этому. Но я хочу сказать, что по нашим ощущениям все равно есть какой-то сегмент оборудования, который на данный момент, опять же, исходя из наших заказчиков, то есть зачастую требуется не только новые решения, но они должны быть опробованы, иметь достаточно хорошее подтверждение уже реальной работы на реальных производствах. И здесь в любом случае остается, как нам кажется, место для импортного оборудования. Тем более, по нашим ощущениям, опять же, это передовый опыт, который на данный момент не в полном мере возможно изготавливать или нет просто сейчас такого производства в России. Поэтому мне кажется, что это просто сегменты, наверное, разные. То есть, естественно, есть какие-то насосы, в том числе и мы вот то, что изготавливаем, да, которые широко применяются и изготавливаются в Российской Федерации. Но, помимо этого, есть, собственно говоря, весь мир, и, наверное, здесь нет смысла прям совсем закрываться. То есть, конечно, надо развивать собственное производство, но делать это осмысленно и поступательно. То есть без резких фривков и преобразований? Безусловно, мы наблюдаем, что, в общем-то, в том числе и насосные компании постепенно осваивают российский рынок, открывают здесь постепенно свои заводы. Конечно, сейчас это более, так сказать, затруднено в связи с, так сказать, снижением платежеспособного спроса, но, тем не менее, этот процесс идет. И я думаю, что со временем, тоже, как и во всем мире, будет какое-то количество заводов мировых компаний здесь, будут российские компании. И, ну, будет, в общем-то, цивилизованный рынок, я думаю, что это нормально. Да, многие говорили, что, когда пришел кризис, что очень много компаний зарубежных покинет наш рынок, и мы можем остаться, скажем так, одни, на дне с ситуацией. Но сегодня мы видим, уважаемые читатели, что вот на примере такой компании, такие титаны, как FlowServe, приходят на российский рынок, они остаются на нем, развивают проекты. Владимир Викторович, ну, если к проектам, какие сегодня проекты вы курируете? Именно в химическом производстве есть химия. То есть есть ли какие-то проекты, которые вот являются вашим портфолио, так сказать, показательным примером вашей продукции? Если мы говорим о поставках, собственно говоря, основных клиентов, то, наверное, это в основном такие крупные компании, как Роснефть, Лукойл, Сибур. То есть мы достаточно плотно работаем с этими компаниями на регулярной основе, стараемся уделять достаточно плотное внимание проектным организациям, которые работают с этими компаниями, чтобы лучше понимать те требования, которые сейчас существуют. В том числе и западные контракторы, у них тоже есть определенная специфика. Требования к документации, требования к срокам выдачи и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это нас, так сказать, мотивирует на то, чтобы осваивать, допустим, те требования, которые предъявляются западными крупными компаниями к работе по проекту. И, собственно говоря, нас это тоже чему-то учит, как это делается в мире. И нам, в общем-то, это тоже впоследствии полезно для собственной работы. То есть мы тоже для себя что-то находим интересное и пытаемся это применять у себя в работе. Замечательно. Один из последних вопросов, он, все-таки мы ведемся к теме локализации. Планируете ли локализовать продукты по трубопроводной арматуре, по запорной, по шаровой, по пневмоприводам в том числе? Я скажу честно, наверное, таких планов пока нет. Мы хотим расширять линейку насосного оборудования. По арматуре, наверное, мы ощущаем, что рынок этот, опять же, наш, сугубо наше впечатление, что рынок арматуры, которую мы могли бы произвести сейчас достаточно насыщен в России. А, собственно говоря, вот специфические вещи, о которых мы говорим, нам, наверное, пока не под силу. Поэтому мы пока перед собой таких задач не ставим. Мы вот по собственному производству сосредоточились пока на насосном оборудовании. Спасибо вам большое за встречу. Напоминаю, уважаемые друзья, мы сегодня ведем прямой видеорепортаж с компанией промышленные и химические технологии, которая является официальным поставщиком компанией Flow Server и проводит локализацию насосного оборудования. По трубопроводной арматуре, как вы поняли, пока что нет планов, но я думаю, чем черт не вшутит, как говорится, все впереди. Мы не зарекаемся, естественно, если, так сказать, мы будем, понимаете, мало желаний, нужно еще обладать компетенциями. Вот по насосному оборудованию мы такие силы, так сказать, в себе нашли. Вот. Если действительно мы будем понимать, что есть платежеспособный спрос, и самое главное, мы можем сделать это качественно, и это найдет, собственно, своего покупателя, и мы будем уверены в том, что это действительно необходимо, мы, я думаю, что к этому вопросу обязательно вернемся, и мы не зарекаемся. То есть, конечно, это вообще любое производство, это интересно, и мы, в общем-то, перед собой такие задачи. Самое главное, в последнее время в России это еще становится перспективно и прибыльно. Да, это действительно, как, собственно, неоднократно говорилось, на разных уровнях, это не только сложности, которые мы все ощущаем, там, допустим, с привлечением денег и так далее, но это и возможности, вы абсолютно правы. Спасибо. Ну, наш последний традиционный вопрос, ваши пожелания. Пожелания клиентам, кто выбирает вашу продукцию, и, конечно, те компании, куда вы уже поставляете или готовитесь поставлять ваш продукт. Я думаю, что, наверное, мы желаем не только нашим клиентам, а всем участникам выставки и, в принципе, тем, кто работает в этой отрасли, это, наверное, самое главное безопасной, безаварийной работы, вот, ну и, собственно говоря, наверное, в человеческом плане, чтобы здоровье, здоровье, самое главное, чтобы у нас и у наших заказчиков было и возможности, и желание, собственно, продолжать работать. Замечательно. Спасибо вам большое. Остается пожелать вам успехов и новых развитий. Удачи. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!